Привет, меня зовут Артем Акшинцев, и я рад приветствовать всех слушателей и зрителей онлайн-фестиваля научно-популярной книги «Научпоп-2020». Сегодня мы поговорим о книгах об окружающей среде. Топ-6 от меня, академического эколога и руководителя научно-популярной библиотеки «Научка». Поехали! Первонаперво нам стоит осознать, что со школьной скамьи мы привыкли мыслить паттернами, категориями. Электромагнетизм – это физика, реакция на изменение веществ, химия. Это может двигаться биология. Иногда, конечно, возникают спорные ситуации, например, белки. Куда их отнести? В биологию или в химию? Но вот мы покидаем школьную скамью и смотрим, а вокруг нет ни табличек из слова физика, ни химия, ни биология. Все они остались позади, в школе. В реальном мире все настолько тесно переплетено друг с другом, что потеряться и отчаяться в поисках понимания проще простого. Как быть? Весь секрет в выявлении и изучении общих закономерностей и особенностей окружающего нас мира. Именно таков путь постижения тайны окружающей среды. Действительно, все крайне переплетено. Но сегодня шесть книг, которые помогут вам хоть как-то начать ориентироваться. Поехали! Книга первая. «Тайные связи в природе» Петра Валепена. Эта книга позволит вам понять, как важны связи в природе и что такое экосистемная устойчивость. Вы, безусловно, слышали, что природа похожа на огромный часовой механизм, где все логично, взаимосвязано каждому существу, каждому виду, отведено свое место и своя функция. Убери один элемент или давай в новый, и весь механизм начнет сбоить в критических ситуациях. Даже может прекратить свою работу. Но это лишь остаток. Без примеров он скучен. И эта книга полна именно примерами, как природа полна загадками. Например, вы знали, что бабочки и летучие мыши ведут гонку вооружений. Некоторые животные легко могут оказаться в чашке кофе. Волки меняют русло рек. Журавли регулируют качество и количество хамона. А деревья создают облака. Это как магия, только в реальности. Это наука, и это прекрасно. Петр Вальлебен, опираясь на научные открытия, на свой многолетний опыт работы в качестве лесничего, показывает, как сотрудничают разные животные, растения, реки. Ну, сотрудничают условно, но, ребят, это действительно так. Они все взаимосвязаны. Они все воздействуют друг на друга. Это прикладная экология, как она есть. Это бомбическая книга. Едем дальше. Карл Циммер «Планета вирусов». Эта книга позволит вам осознать важность всех царств живой природы. Даже такого скомплементированного, как вирусы. Именно вирусам она и посвящена. Все дело в том, что каждое живое существо, от одноклеточного до млекопитающих, у нас с вами, испытывает на себе их воздействие. Власть вирусов не ограничивается влиянием на живые организмы, кстати говоря. Они влияют и на состав почвы, и на климат, и на свойства воды в Мировом океане, и на пресные водоемы Земли. Когда мы рассматриваем эволюционный путь нашей биосферы, без вирусов он был бы абсолютно иным. И есть еще один маленький спойлер из этой книги. Если бы не вирусы, то бактерии давно захватили бы весь мир, и нас бы с вами просто не было. Поэтому вирусы, как и одна из их функций, это проводники эволюции, такие рэперы эволюции, это, безусловно, удивительное царство. И эта книга, она, кстати, весьма небольшая, позволит вам насладиться их красотой и открыть себе много нового. О чем думают растения? Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз. Конечно, нельзя было обойтись в этой подборке без книги о растениях. Потому что буквально все эти книги посвящены параллельному миру. Они о наших соседях в планете, которые привыкли. Мы привыкли замечать, но мы их видим, но не замечаем. Вот, мы видим, но не замечаем. И поэтому, когда мы узнаем о том, что у них гораздо больше органов чувств, чем у нас с вами, например, об их удивительных способностях, об их взаимосвязях, это поражает. Это поражает, потому что действительно всегда перед глазами, но мы этого не видим, потому что не обладаем знанием. А в этих книгах, например, вот в этой, вот в этой, о чем думают растения? Вы найдете много ответов на незаданные, кстати говоря, вами вопросы. И это изменит ваш взгляд на окружающий. Вселенная внутри нас. Что общего у камней, планет и людей? Нил Шубин, это, кстати, один из самых замечательных авторов научпопа, один из моих любимых авторов научпопа, который пишет крайне доступно, интересно, захватывающе. Короче, эта книга даст вам понимание, что человек состоит в родстве не только со всеми живыми организмами, ну, помнят, да, это вот эволюция и все дела, древо, но и землей, водой, воздухом нашей планеты и с галактикой всей Вселенной. Наши тела сотканы за миллиарды лет эволюции и звездной пыли. И это прекрасно. И читая эту книгу, вы понимаете, насколько мы и есть мир. Мир и есть мы, мы связаны. Это просто разрыв. Ну, я не буду говорить башки, но вы меня поняли. Это очень хорошая книга. Советую ее к прочтению. Эдвард Глейзер «Триумф города». Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, здоровее и счастливее здоровья. Не знаю. Все дело в том, что автор, гарбовский экономист, показывает в своей книге, что, вопреки устоявшимся представлениям о городах, грязных, бедных, нездоровых, полных преступностей, дорогих для жизни, ну и прочим, все. Нью-Йоркцы, например, живут дольше остальных американцев. А число заболеваний сердечно-сосудистой системы и случаев рака в городах ниже, чем в среднем по стране. Более половины дохода разных стран зарабатываются в крупнейших городах, а городские жители потребляют в среднем на 40% меньше энергии, то есть они экологичнее, чем жители пригородов. Это замечательный книг, который позволит вам узнать много нового об окружающей среде в плане города, в котором мы живем, в котором вы живете, ну или, по крайней мере, бываете. Едем дальше. «Пределы роста 30 лет спустя» – это самый мощный столб в экологическом устойчивом развитии. Эта книга прольет свет на то, чего все начали всерьез говорить о конечности ресурсов и экологических коллапсах. И главное, что с этим всем делать. Это третье издание книги, посвященное экологии и экономическим проблемам современности. Именно с пределов роста, вышедших, первое издание было просто называлось «С предела роста», в 1972 году началась общемировая известность движения за сохранение нашей планеты, ну и так далее. То есть вот прям общемировая на уровне ООН заговорили об этом. В последующих изданиях, третье издание, были учтены изменения, произошедшие в мире с тех пор, скорректированные на основании новых данных моделей и проведены новые оценки. Да, кстати говоря, эта книга известна и хороша именно моделями развития нашего мира при сохранении текущих трендов, их изменений. То есть, по сути, это попытка предсказать, просчитать и предсказать, что же будет с нашим миром в ближайшем будущем. И именно с нее я советую начинать всем, кто хочет разобраться вообще, что же происходит в экологическом плане, о чем говорят на саммитах ООН, говоря о проблемах экологии. Все это вы найдете в данной книге. Что же, вот и все. Это был ТОП-6 от меня, Артема Кшинцева. Я надеюсь, вам будут полезны эти книги, будут полезны мои советы. Желаю приятного чтения. Пока.